Всем привет! Меня зовут Ольга Вастикова. Вы смотрите канал Дай Пять и шоу История Одной Вещи. Оль, что делаешь? Пытаюсь убить босса. Что за босс? Мне нужно убить Боузера. Сегодня я расскажу вам об истории создания игры Супер Марио. В переводе Супер Братья Марио. Это видеоигра, выпущенная в 1985 году компанией Нинтендо. Игрок управляет итальянским водопроводчиком Марио, который должен спасти принцессу Пич, уничтожив Боузера. В путешествии по грибному королевству Марио предстоит уничтожить врагов на своем пути и собирать бонусы. История жизни Марио тесно переплетается с историей Донки Конга, другого известного Нинтендо персонажа. Дебютной игрой и для озорной обезьяны, и для бравого водопроводчика стала Донки Конг, родоначальница прыгательно-собирательного жанра. В первой части этой игры Марио досталась роль героя, спасающего своего возлюбленную из лап хулиганствующей обезьяны Конга. А в продолжении противники поменялись местами. Марио сделал со злодеем-похитителем, а Донки – пленником, которого спасал его племянник Конг-младший. Обе игры обрели необыкновенную популярность и стали отправной точкой для двух игровых серий – Донки Конг и Супер Марио Брос. Своё имя Марио персонаж игры получил благодаря хозяину здания в Америке, где находилась локальная команда разработчиков. Владелец здания Марио Сигель, где работали над игрой, как-то пришёл за арендной платой. После непродолжительных переговоров было достигнуто соглашение о продлении срока аренды. А в качестве компенсации героя, готовой к выпуску игры, назвали Марио. До этого персонажа звали Джампмен. Прыгун. Между Марио и произведением Кэролла «Алиса в стране чудес» есть много общего. Алиса? Алиса. Да, Алиса. Когда дизайнер игры Шигеру Миамото с коллегами разрабатывал концепцию игры, они пришли к тому, что герой должен передвигаться прыжками, а фоном будет служить голубое небо. Получается, что герой должен увеличиваться и уменьшаться. Каким образом? А тут разработчики вспомнили про Алису, которая росла и уменьшалась с помощью волшебного гриба. Купа, Блупер, Чип-Чип, Лакиту, Спайни, Пушка, Подобу, Бизи, Битл, Братья Молотые, Огненный Стержень, Гумба, Цветок Пиранья, Купа, Паратрупа. Потрясали! Интересные факты. Игра занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая продаваемая игра в истории. В режиме для двух игроков появляется Луиджи, пиксель в пиксель, похожий на Марио. Только цвет одежды у него зеленый. Разработчики планировали, чтобы Марио и Луиджи начинали игру в разных частях замка. А потом они должны были встретиться. Но, к сожалению, Луиджи вырезали. Создатели игры Super Mario Bros. рисовали уровни игры на бумаге в клеточку, а потом отдавали программистам. Вот как-то так. Теперь вы знаете больше. Слышите эти звуки? Мне кажется, у меня потек кран. Пора вызывать сантехника. Кстати, в следующем выпуске «История одной вещи» я выберу самого остроумного, на мой взгляд, комментатора к этому видео и объявлю его имя. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была я, Ольга Вастикова. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!